Друзья, привет! Хочу с вами поделиться роликом, как найти прям-таки работу своей мечты. Есть ли работа своей мечты? И я расскажу про себя и про свои такие некоторые планы. Многие мне пишут о том, как изменить работу, как выйти на новый уровень и так далее. В общем, отвечу вам супер простые вещи. Первое, что нужно сделать, чтобы найти хоть какую-то работу, мечты, и очень важно знать себя, свои направления, свои моменты, которые на вас влияют. То есть знать четко. Вот, например, я войти не пойду, потому что мне там неинтересно. Другой момент – знать, что к чему у вас есть какие-то способности, таланты, то, что вы, в принципе, можете использовать. Другой момент – найти свою какую-то гениальную прям-таки карьеру можно путем экспериментов. Чем больше вы находитесь в тех видах деятельности, которые вам реально интересны, тем больше вас туда затягивает. И могу сказать, что найти карьеру, прям-таки мечты, очень важно, пробуя. Многие, знаете, не умеют зарабатывать даже на том, чему они там 10 лет учились в университете. Поэтому, когда мы говорим про заработок, он может быть вообще, в принципе, любым. Но еще один момент, который влияет на ваше состояние – это, конечно, вопросы, в принципе, того, что вам интересно. И я могу сказать, что вот мои интересы, они сошлись. Это спорт, ну, то есть движение, нутрициология, блогерство и психология. То есть вот все эти вещи я сейчас реализую. Как я к этому пришла? Ну, первое, что я делала, я долго, я, ну, ходила в походы, занималась физкультурой, вот это все. И оно становилось рутиной. Когда я этого не делала, мне становилось плохо морально. И у меня не было каких-то, знаете, зависимостей покурить, попить там чего-то, не знаю, пожрать лишний раз, покушать, как там некоторые говорят. Мне хотелось быть на солнце, двигаться. Вот это было моей любовью. И это, в принципе, и осталось. Следующее, что я нанизала, ведь 10 лет не проходит зря, когда ты консультируешь людей по различным психологическим проблемам. Это все осталось, и я продолжаю этим заниматься. Плюс, когда ты 5 лет изучаешь, что есть, чтобы не сдохнуть, грубо говоря, потому что столько вокруг информации, которая не несет для тебя лично никакой пользы, ты начинаешь этим заниматься сам. И все эти вещи, они влияют на то, как вы будете функционировать, как вы будете себя чувствовать, и что у вас будет происходить. Поэтому я могу сказать суперпростую вещь. Если вы хотите создать работу мечты, создайте сначала себя. И да, ответы простые. Слушайте себя, что вам импонирует, а что вам не нравится. Если вы будете там, где вас тошнит долго, где вас раздражает, это ни к чему не приведет. Ведь так вы просто исчерпаете себя, а жизнь у вас одна. Я рекомендую вам прожить ее так, как вы бы хотели. И вот знаете, когда ко мне приходит кто-то из клиентов и говорит, я не знаю, а я говорю, а что бы ты хотел, чтобы написали у тебя на гробу? Он такой говорит, ну, мать троих детей, ну, основатель курса по психологии здоровья для женщин, основательница, там, это вот мне вчера женщина говорила, основательница, там, я не помню, у нее были свои какие-то задачи. В общем, тот, кто говорил, что ему ничего в жизни не надо, говорит, вдруг я вот такое хочу сделать. И да, это так и работает. Поэтому первые моменты бывают достаточно сложные, но их можно преодолеть. И работа мечты, представляете, это еще та работа, за которую вам нормально платят. Представляете, это уже большое достижение. Если вы работаете на той работе, на которой вам 3 рубля хватает на проезд и еще там на еду, то это не то, поверьте, не то. И вы можете больше, больше, дальше. Я столько через себя провела людей, которые в IT работают после 40, и это их интерес. Пишите вопросы. Надеюсь, что-то донесла вам важного, а может быть очень много важного. Поэтому поделитесь и скажите, как вы от этого себя чувствуете. Под видео лучше напишите, чего вы хотите. Потому что, когда это записано, поверьте, Вселенная это все слышит.